Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать домой. Я уже произносил эту фразу перед этим интервью и сейчас еще раз ее произнесу. Те поздравления, которые уже поступали в ваш адрес, вы уже, наверное, почувствовали, как это все так хорошо. В этом можно купаться, мне кажется, бесконечно. Но мы не будем оригинальны, поэтому от имени телекомпании, от имени всех наших многочисленных теледрителей я дарю вам цветы и поздравляю, в свою же очередь, с этим успехом. Конкурс как бы позади. Что было для вас нового в этом процессе? Какие-то открытия? Ну, вообще все было новое, потому что я первый и, наверное, единственный раз участвовала в этом событии. Это очень яркое событие, конечно. Российский финал ни с чем не сравним. И мне кажется, несмотря на то, что конкурс 31 год, он продолжает поражать особенно участников. Потому что находиться внутри процесса, это, конечно, совсем не то же самое, что наблюдать со стороны. Со стороны я наблюдала, со стороны очень интересно. Внутри очень нервно, очень напряженно, очень много концентрируется каких-то сил физических, душевных. Но, тем не менее, интереснее. Вы все равно же как-то готовились для себя, что-то проигрывали, какие-то приемы, я не знаю, еще какие-то элементы. Но когда столкнулись с самим процессом, то есть что вам пришлось побеждать в самой себе? Ну, во-первых, пришлось побеждать волнение и страх. Потому что одна мысль о том, что ты отдаешь свое творение, а урок это так или иначе творение, на суд очень уважаемых авторитетных людей, одна эта мысль приводила в трепет. Поэтому приходилось бороться прежде всего с нервной системой собственной, которая в какой-то момент давала даже сбои. Результатом этого кропотливого и тяжелого труда стал замечательный контакт со школьниками волгоградскими. Мне кажется, что у нас все получилось. Ну, конечно, наверное, не идеально, но сейчас скажу так, что в принципе урок получился хорошим. Почему учитель словесности? Как так получилось? Это как бы осознанный выбор или это случайность? Скорее случайность. Но, как говорил герой одного мультфильма, случайности не случайны, наверное, потому что сам по себе факт поступления на филологический факультет скорее был вызван обстоятельствами личными, семейными и просто действительно какими-то случайными моментами. Но, когда я пришла на филологический факультет, я сделала вот так. И все. И с тех пор у меня, можно сказать, вот этот вдох не заканчивался. Ну и вот проработав какое-то время, посмотрев на это все, русский язык на самом деле богат, на самом деле безграничен. Могучий, велик. На самом деле и могучий, велик. Это все на самом деле так? Конечно. Безусловно. Более того, мне кажется, с годами я как раз-таки в большей степени понимаю мудрость наших классиков, которые вот так высокопарно и пафосно говорили о значимости русского языка. Ну а все равно, наверное, и грамотность, и русский язык, и какие-то разговорные вещи, какие-то повседневности, они все равно влияют каким-то образом на характер, так или иначе. То есть если как бы в семье у человека принято, ну я уж не говорю, что там обсуждать какие-то высоты русского языка и словесности, ну хотя бы без мата, без каких-то вот таких вещей, ну наверное другой человек на выходе, мне кажется, будет из этой квартиры. Вы знаете, еще Сократ говорил, заговори, чтобы я тебя увидел. То есть речь человека, это по сути дела его портрет. Вот есть такое понятие, речевой портрет человека. Естественно, что его кругозор, его культурное воспитание, речь, богатство этой речи, правильность этой речи, это все формирует речевой портрет человека и, безусловно, влияет и на уровень его интеллектуального развития в том числе. Потому что это вещи взаимосвязанные, безусловно, язык формирует мышление, и мышление, в свою очередь, формирует язык. Нас учили в другой школе немножко, я так понимаю. Это как бы советская более школа такая. И преподавание русского языка, ну я вспоминаю, несколько такое сухое, перегруженное какими-то правилами. Особенно меня как бы выбивало из колеи всегда это какие-то исключения. Их очень много. Я понимаю, что нет правила без исключений там или вот, ну как-то вот в таком роде, да, но я как бы тогда этого не сознавал. Но исключений было уж очень много. Говоря про литературу, конечно, очень тяжело, когда у тебя на парте, значит, чехов, шолохов и какие-то вещи классики и соцреализма. А в парте у тебя мастер и маргарита, ну, может быть, для особо одаренных солженицем. И как-то вот на этом фоне очень интересно, а как весь этот процесс происходит сейчас, когда все открыто, когда мы, как сказать, очень многое знаем, понимаем и такой поток информации еще. Как изменился этот процесс изучения по сравнению с тем, что был? Ну, исключения из правил остались. Ну, это естественно. И правила тоже остались. И необходимость их изучения сохраняется. По поводу сухости русского языка. Ну, как мне кажется, эта сухость зависит все-таки от манеры преподавания учителя. Потому что русский язык настолько интересен, настолько интересно в нем находить какие-то секреты, какие-то тайные происхождения, может быть, каких-то слов, производить антимологические расследования, откуда что берется, что, мне кажется, можно заинтересовать и насытить вот такими вот любопытными моментами любой урок русского языка. С другой стороны, если говорить об изменениях самого подхода к преподаванию русского языка, то, мне кажется, сейчас в большей степени наши программы по русскому языку внимание уделяют именно структурам. То есть, допустим, морфемные структуры, лексические структуры. То есть, вот такой подход более системный, что ли, к пониманию закономерности русского языка. Если раньше мы выходили, скажем, в 10-й, в 11-й класс, только лишь от нас требовалось умение правильно написать, ну, естественно, составить его, сочинить, а потом уже записать, то сейчас на экзамене ведь от ученика требуется понимание. Ну, скажем, понимать, что ты, например, тут ставишь запятую при вводном слове, здесь ты ставишь запятую в сложном предложении. Вот эти вот моменты, когда подключается не просто механическая расстановка тех же знаков препинания или там вставка каких-то букв в корни или в суффиксы, но еще понимание, что вот у слова есть структура, у него есть там корень, приставка, окончание. И вот именно здесь нужно применить именно это правило. В этом смысле, мне кажется, сейчас более такой системный подход к изучению русского языка. А если говорить о литературе, то вот я не согласна с вами по поводу Чехова. Чехов все-таки должен быть и на парте, и под партой, потому что Чехов, как и Пушкин, это наше все. И, кстати говоря, он очень интересен и современному читателю, по крайней мере, старшекласснику тоже. Там потрясающие юморы, потрясающие глубокие наблюдения над жизнью. Поэтому насчет классики я с вами не соглашусь, а Булгаков действительно становится классикой. И мы его сейчас изучаем в школе, и наоборот идет реакция у некоторых отторжения. Потому что некоторые говорят, мы не понимаем Булгакова, мы не знаем, чем тут восхищаться. Приходится и с этим бороться. Современные дети все-таки читают. Они читают фэнтези, они читают какие-то такие книги, на которые потом снимаются сериалы. Или наоборот, сериалы, а потом выходят книги, и дети вот этими вещами интересуются. Надо сказать, что это тоже любопытно изучить тот круг чтения, который есть у современного ребенка. Меня, допустим, интересует такой момент, когда происходит как бы, я даже никак определения не могу этому придумать, появляются новые русские слова, но на современный лад до такой степени раскуроченный, что там можно не понять, где корень, где суффикс, где что, да, но тем не менее оно как бы вот ушло. Я сейчас не говорю про феню и про все остальные уголовные дела. Там свой язык несколько, и мы как бы уже, меня это сильно коробит, но мы уже свыклись с этим. Я отношу это все к современному рэпу, к каким-то вот этим вот вещам, то есть как бы вот желание выделиться и все остальное, да. Но все это ложится как бы на несколько неокрепшие ушки и мозги, можем так сказать, да. И эти слова начинают жить какой-то своей жизнью. Откуда появляются эти слова? На основе чего они как-то выпрыгивают? То есть для меня это загадка. Вы знаете, есть такая книга Михаил Крангаус «Русский язык на грани нервного срыва». Он об этом там очень любопытно рассуждает, и как раз вот ваши пуританские взгляды там приводятся как отправная точка для размышления. Однако я вот все-таки склонна с ним согласиться, что это все живые языковые процессы. И в том числе заимствование, и в том числе, вот как вы говорите, раскурочивание слов. Не соглашусь с тем, что там отсутствует та же самая морфологическая форма. Безусловно, у слова «позумить», как последнее наше новшество после дистанционного обучения, там есть и приставка, и корень, и суффикс, и все, как говорится, в порядке. Дело в том, что русский язык, он очень восприимчив, и он вбирает в себя даже иноязычные корни. А так, если проанализировать, очень большое количество, значительное, мне кажется, даже больше половины корней, они именно иноязычного происхождения. Просто это процессы заимствования на разных этапах развития языка. Скажем, при Петре Первом это было заимствование из немецкого языка. В современное время мы заимствуем из английского языка. Были моменты, когда мы заимствовали из тюркских языков, активно взаимодействовали. То есть это все как раз показатели вот этих живых процессов, происходящих в языке. Другое дело, что вот неокрепшие умы, о которых вы сказали, мне кажется, здесь идет несколько другое, как бы недоученность наша, в чем заключается. В том, что мы смешиваем стили, мы смешиваем языковые стили, речевые стили. И, соответственно, то, что можно употребить, скажем, в разговорной речи, некоторые люди, не замечая того, вставляют уже в официально деловую речь и в других обстоятельствах используют те словечки, те какие-то формы, которые недопустимы. С другой стороны, как мне кажется, ну я, конечно, не лингвист, не ученый, но мне кажется, что вообще процесс смешения, стилевого смешения, он сейчас имеет место быть в языке. То есть вот эти вот стилистические пласты, они взаимопроникают. Мне кажется, это перспективно. Вот если отвлечься от нашего традиционного пуританского взгляда, это вообще показатель живости языка. С моей стороны есть определенное лукавство и сарказм в плане того, что я такую роль пуританина играю, здесь сижу. На самом деле мы же каждый день с этим сталкиваемся, говорим на этом языке, мы живем этим языком, а язык живет нами, поэтому здесь как бы не обсуждается и ничего категорично заявить нельзя. И потом русский язык невозможно как бы загнать в какие-то рамки, мы уже с вами же об этом говорили. Поэтому он и язык, то, что он идет, шерствует, и в некоторых случаях он нас куда-то ведет, и мы за этим идем с большим удовольствием. Вы знаете, о чем я единственное сожалею? Это, конечно, о каком-то вот тотальном появлении в нашем языке, особенно в речи подростков, молодых людей, матерных слов. Вот об этом очень большое сожалению. Мне кажется, немаловажную роль в этом играет тот язык, на котором общаются в семьях. То есть зачастую ведь можно наблюдать, какую картину. Идет молодая пара, ребенок в коляске, и друг с другом разговаривают вот именно на этом языке. Естественно, это то, что впитывает ребенок, и то, что ему, к сожалению, знакомо с самого-самого раннего детства. А потом это становится некой модой, это становится неким показателем определенного социального круга, скажем, в школе, в университетах, в вузах. То есть вот в этом смысле, конечно, мне кажется, должна проводиться какая-то просветительская работа по поводу происхождения этих слов, значения этих слов. Потому что зачастую просто не знают истинное, как бы, десакральное значение этой лексики. В этом отношении я вам хочу сказать, что мы, находясь на телевидении, как бы под немножко под защитным зонтиком, в этом случае находимся, да? А вот по поводу интернета тут я уже ничего не могу сказать. Тут, к сожалению, да, и мода, и все остальное. Ирина Валерьевна, мы можем с вами разговаривать очень долго и бесконечно, но эфирное время, оно как бы имеет какие-то свои границы. Хорошо. И поэтому мне бы хотелось обратить внимание на ваш медальон, потому что ни грамот, ни каких-то увесистых наград мы как бы специально с собой не взяли, а вот это взяли. Что это? Это моя самая большая награда. Когда я вернулась домой из Волгограда, такую медаль я обнаружила на своем столе. Это мне сделала дочка своими собственными руками. Здесь она написала, что я победитель конкурса «Учитель года». Ну, естественно. Естественно. И мне кажется, это самая большая драгоценность, которая у меня на данный момент есть. Это вот любовь моей семьи, моей дочки. Спасибо вам большое за это интервью. Я думаю, что это наша не последняя встреча. Еще раз вас поздравляю. Желаю вам крепкого здоровья, успехов. До новых встреч. Давайте всем пожелаем здоровья. Обязательно всем, это без исключения. Все должны быть здоровы, все должны быть грамотные, все должны быть красивы и замечательны. Спасибо вам за это интервью. До новых встреч. До свидания. До свидания.